Мир вам, дорогое собрание! Германия, как много связано с этой страной! Интересный вы народ, немцы! Меня поражает ваша дисциплинированность, ваша пунктуальность, иногда супердотошность, такая иногда скрупулезность, вот эти миллиметры, скажем. Да, в таких науках, как медицина, электроника, это очень важно. Но мой брат, будучи строителем, всегда говорил, миллиметров на стройке не лови. Плюс-минус, метр квадратный. В одной аудитории попросили студентов написать о Боге и о дьяволе. Этот пример хорошо помнить. Один из студентов исписал все листы о Боге, и когда его спросили, почему ты о дьяволе ничего не написал, он сказал, что у меня для него не нашлось ни времени, ни места. Поэтому я хочу сегодня говорить о Христе. Если кому-то интересно что-то о мне, я могу сказать несколько слов. Родился в большой христианской семье. У папы с мамой было немного, всего 11 мальчиков и одна девочка. Сегодня собрание очень уникальное для меня. Я вам скажу, по какой причине. Впервые в моей жизни на этом собрании присутствует самый старший мой брат и самый меньший мой брат. Такого никогда не было. Это история для меня. Прежде всего. Да, троих из братьев мы отправили раньше себя в вечность. Уже нет папы, уже нет мамы. Но я благодарен Богу заодно, что это были те люди, от которых мы впервые услышали весть о Боге. И что наше счастье в том, что Бог подарил нам возможность родиться в этой семье, что эти люди показали нам Христа в своей жизни, показали нам направление и показали нам пример. И вот сегодня, смотря на кончину их жизни, мы можем подражать их вере. Вот то, что я хочу сегодня достичь в своей жизни, когда не станет меня. Подражать Христу, и чтобы дети, смотря на меня, на мою жизнь, смотря на кончину мою, чтобы у них остался пример, добрый след Отца, который подражал Христу, и чтобы у них была реальная возможность принять это и понести дальше в своей жизни. Текст Писания, который я хочу сегодня предложить для рассуждения нашего, очень занимательный. Он описан в трех Евангелиях. Возьму и остановлюсь Евангелие от Луки, пятая глава, пять текстов всего из 27 по 32. Пятая глава Евангелия от Луки с 27 текста. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора, пошлин, и говорит ему, следуй за Мною. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделав для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его, зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Иисус же сказал им в ответ, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Я попытаюсь сегодня с Божьей помощью, друзья, ответить на три вопроса, которые хочу поставить к этому тексту. Первый вопрос, кому принадлежат эти слова, чтобы мы очень хорошо понимали. Ну, мы не просто, чтобы сказали, эти слова принадлежат Богу. Вся Библия принадлежит Богу. Второй вопрос, кому адресованы были эти слова. И третий вопрос, на котором мы становимся больше всего, наверное, что означают эти слова для нас сегодня в практической жизни христианской. Поэтому, отвечая на самый первый, наверное, вопрос, кто сказал эти слова, я хочу попробовать маленький такой экскурс вести в Евангелие от Иоанна нас, чтобы понять, кому принадлежат эти слова. Евангелист Иоанн, являясь автором не только Евангелия, но трех посланий и откровений, которые дал ему Бог, которые мы имеем в этой книге, в сборнике этих книг, однажды он будет писать в первом послании, заканчивая пятую главу, он будет писать, что Иисус Христос есть истинный Бог. Это то, что некоторые христианские динаминации отвергают напрочь. Они говорят, Он Сын Божий. Они говорят, что Он Учитель, но не отказывается Его признать истинным Богом. Иисус Христос представлен в Писании как истинный Бог, но наряду с этим. Когда мы читаем эту Евангелие от Луки, мы понимаем, что в Евангелии от Луки Христос представлен как Сын Человеческий. И Пилат будет однажды смотреть на эту личность, которая стоит перед ним, восторгаться, он не понимать будет его. Он будет смотреть на это обезображенное лицо, и он будет говорить, все человек. Друзья, одновременно Христос, будучи стопроцентным Богом, Он одновременно является стопроцентным человеком. Это Божий замысел, который воплотился в эту личность, и мы называем это Боговоплощение. Это то, что не постигает наш разум. Это то, куда мы не можем проникнуть. Но Бог Всемогущий смирил себя настолько, самоограничил, что Он был способен был поместиться в наше тело и стать Бога человеком, чтобы явить нам Отца, Его характер, Его природу, Его сущность. В этой же Евангелии от Иоанна, в 6 главе, 48 текстом мы читаем, что Иисус Христос говорит о себе, что я ес им хлеб жизни. В этой же Евангелии от Иоанна, в 10 главе, 9 текстом мы читаем, что Христос говорит, я ес им дверь. В этой же Евангелии от Иоанна, в этой же главе, Христос говорит, что я ес им пастырь добрый. Друзья, в этой же Евангелии от Иоанна, Христос говорит, что я ес свет миру. Отвечая на вопрос, отвечая на вопрос Марфы, почему так случилось, Христос говорит, Марфа, на меня посмотри, я есть воскресенье и жизнь. Это тот же Христос. Помните, когда на Тайной вечере, как мы ее называем, вот это место уединенное, Христос берет этот тазик, берет полотенце и начинает умывать ноги ученикам. В этой главе он будет говорить, вы называете меня кем? Учителем и Господом. И правильно делаете, потому что я и Учитель, и Господь. В этой же Евангелии от Иоанна Христос будет говорить, я есть истинная виноградная лоза. Братья и сестры, я хочу спросить, смотря на эти сравнения, которые делает Иисус, с чем Он сравнивает себя или с кем Он сравнивает себя, я задаю маленький вопрос, где стоит Христос всегда? Друзья, Христос всегда стоит впереди. Он не стоит сбоку, Он не стоит сзади. И Иисус Христос всегда стоит впереди. Помните, какими словами начинается Евангелие от Иоанна? Все через Него начало быть. Заметьте, Он начало, Он первоисточник, Он источник всего существующего. Значит, Он впереди, Он причина. Послание римлянам Павел будет писать, и он напишет одну фразу. Все им, через Него и к Нему. В конечном итоге все к Нему придет, ко Христу. У каждого учителя есть свои ученики. Знаете, разницы нет, много или мало, но каждый учитель, потому Он и учитель, что у Него есть ученики. Что это значит, друзья? Это значит, что цель есть у этого учителя что-то передать, чему-то научить. Помните, однажды Христос скажет, что довольно для ученика, чтобы он был как учитель его. Достаточно. Если ты дойдешь до этого уровня, что ты будешь способен кого-то научить чему-то, это уже феноменально прекрасно. Задача учителя – научить. Задача учителя – передать. Задача учителя – воспитать. Друзья, что для этого нужно? Что для этого нужно? Для того, чтобы все это сделать, что-то передать, чему-то научить, прежде всего, две вещи необходимо. Нужно время. Обязательно. Время, чтобы чему-то научить и чтобы чему-то научиться. А это значит, надо быть постоянно рядом. Это значит, потому что и Христос избирает этих учеников, и с ними рядом, бок о бок, три с половиной года идет. Он чему-то учит их, он чему-то наставляет, он что-то передает, он что-то вкладывает в них. Вы помните, уходя с этой земли, апостол Павел будет говорить, когда вот там на берегу, он призовет пресвятеров из Эфеса, и он будет говорить им, что я три года со слезами каждого из вас чему-то учил, я душу вкладывал в вас, сердце вкладывал в вас, я хотел что-то вам важное передать, я возвещал вам всю волю Божию. Я хотел, чтобы это осталось с вас, я хотел, чтобы вы это дальше понесли. Он говорит Тимофею, Тимофей, найди следующих людей, найди тех, которые бы пошли потом за тобой, верных людей, которым ты смог бы передать здравое Евангелие, учение Иисуса Христа, те люди, которые смогли бы взять в руки и понести это дальше. Это время. Знаете, наш народ, в Америке говорят, такой славяне, они очень смарт. Почему? Потому что американцу, чтобы скрутить два провода вместе, ему надо четыре года учиться и получить лайсенс. Чтобы две трубы канализационных склеить и знать, куда их провести, под каким углом поставить, ему надо четыре года в колледже потратить, чтобы получить лайсенс. Наш народ все делает без лайсенса очень часто и очень успешно. Потому, говорю, они такие смарт, эти люди, смышленные люди. Бог дал им это. Это очень хорошо. Но, знаете, когда нет желания, ничего не будет. Поэтому, помимо времени, нужно еще, друзья, огромное желание. Знаете, кто перед вами стоит? Я вам скажу, кто перед вами стоит. Восьмой класс, когда я закончил, папа с мамой решили меня послать учиться. Ну и куда они решили меня послать учиться? Они решили меня послать учиться во Львов, в профессионально-технические училища. И вот перед вами стоит портной мужской верхней одежды четвертого разряда. за свою жизнь я не пошил ни одного костюма. Но я хочу вам сказать одну вещь. Я проездил туда целых три года. И если сложить все вместе, что папа с мамой потратили на меня, машина, которая раньше называлась Запорожец, если кто-то помнит. Да. Они на меня потратили Запорожец. И я не стал портным. Они выложили в меня, другого моего брата выучили на сапожника. Он так и никогда им не работает. И так и так далее. Многие вещи. Друзья, если нет желания, если нет призвания, если нет никакого видения впереди, будет все напрасно. Иисус Учитель. Он Господь. Что это значит? Если Христос Господь, то все то, что Он говорит, оно приобретает божественную окраску. Оно приобретает божественную силу. Они очень четко понимали, те, кто окружали Его, что Он говорил и учил. Не так, как они. Они говорили тоже. Они учили тоже. Но не так. Что-то было особенное в речи Христа. Что? Он говорил, как власть имеющие. Друзья, это значит, что Его слова становятся сверхважными. Это значит, что Его слова, они очень уникальны. Это значит, что Ему нет подобного. Это значит, что Ему нет равного. Когда мы читаем очень многие тексты Писания, когда мы читаем очень многие тексты, я хотя бы два из них приведу. Книга 2 Царств, 7 глава, посмотрите, 22 текст. Это несколько просто сравнений или определений, кем является Бог наш. По всему велик Ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного Тебе, и нет Бога, кроме Тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. Друзья, тот, в которого мы веруем, тот, за которым мы пошли, Ему подобного и равного нет. Он единственный в своем роде. Он единственный и неповторимый в истории. Вот почему это слово «единородный» Оно не говорит, что это единственный, единородный, неповторимый в своей природе, неповторимый в своей уникальности, неповторимый истинный Божий Сын. Нигде. Неповторимый никому. Однажды Давид скажет о нем, что ты прекраснее сынов человеческих. И если что-то Христос говорит, то это говорит всемогущий Бог. А это значит, что это очень и очень важно. Второй вопрос, на который я хочу ответить, кому адресованы были эти слова. Когда мы читаем 27-й текст, от которого мы начали эту историю вместе с вами, мы посмотрим, что эти слова были адресованы мужчине. Он сидел у сбора пошлин по имени Матфей. По роду занятий и по роду своей работы он был сборщик податей. Это те люди, которые были очень неуважаемы в народе, потому что их работа была связана с обманом. Их работа была связана с притеснением, с обидой. Их работа была нечистой. Они работали на агрессора, на захватчика. Они работали на римлян. Эти люди, которые очень часто брали больше, чем надо. Вот здесь мы читаем о том, что Лука говорит, что этот человек был левий. Марк говорит о том, что это был левий Алфеев. Приблизительно мы можем сказать, что Иван Петрович. Но когда сам Матфей будет писать свое Евангелие для своего народа, он будет употреблять свое собственное имя. Что человек, который сидел у сбора пошлин, он был Матфеем. История говорит о том, что это имя он получил впоследствии от самого Христа. И что это имя означает «дарованный Богом». Матфей, дарованный Богом. Это одна и та же личность. Мы, три грешники, братья и сестры, это один ряд. Можно сюда поставить. Воры, блудницы, пьяницы, прелюбодеи. Это люди с незавидным прошлым. Это люди с настоящим незавидным. И именно за общение с этими людьми очень часто те, которые ходили в этих рясах, так сказать, в этих длинных одеждах, которые думали о себе, что они праведники и не нуждаются никогда в никаком покаянии. Они не больные, они здоровые. Вот они как раз будут упрекать Христа за то, что Христос пришел к этим людям. За то, что Христос вошел в дом к этим людям. За то, что Христос сел трапезу разделить с этими людьми. Но это были люди, которые устали от греха. Это были люди с разбитыми судьбами. Это были люди с разбитыми семьями. Это были люди без всякой надежды на счастье. Левий был одним из них. Что сказал ему Иисус Христос? Христос сказал ему всего три слова. Следуй за Мною. Братья и сестры, мой вопрос. А куда пошел Христос? Иисус сказал ему, следуй за Мною. Куда пошел Христос? Интересен тот факт, что Христос пошел к нему домой. Потому что в Евангелии, когда мы читаем, мы видим, что сделал ему Левий в своем доме большое угощение. И туда собралось очень много его друзей. Друзей по несчастью. Друзей по профессии. Друзей по образу жизни. Друзей по мышлению. Друзей по социальному положению. Туда собрались те, с которыми вот эти не хотели иметь дела. Туда собрались вот эти, которые нуждались во Христе. Туда больные пришли. Собрались больные люди, у которых было сердце разбито, душа изранена грехом. Они нуждались во Христе. И Христос пришел туда. И вот этот человек, который потом будет писать свое Евангелие, он напишет, заканчивая, как мы сегодня говорим, 11 главу, он напишет в этой 11 главе знаменитый текст, который мы все знаем наизусть. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Что я сделаю с вами? Я вас успокою». Вот только в моем присутствии, Христос говорит, вы найдете покой в жизни, в сердце, в душе, в семье, в родстве, на работе, в церкви, абсолютно везде, только во мне. Это есть. Если ты придешь ко мне, я способен чему-то научить тебя. И научитесь от меня. Перенимите от меня что-то, то, что я хочу вам передать. Но это только в случае, если вы ко мне придете. А что значит, братья и сестры, означает слова «следуй за мной»? Я сказал, следуй за мной. Это не «иди впереди меня». Это не «опережай меня». Это даже не сбоку или где-то рядом. Это «иди за мной». Люди, у которых семья есть. Люди, которые связаны с семейными узами, женатые, замужние, прекрасно понимают, что место жены. Потому и оно, слово звучит «за мужем». Она «за», не спереди. Почему много проблем в семьях? Потому что жена будет всегда стараться встать впереди мужа, взять роль и ответственность мужа на себя. Ее счастье, когда она будет знать свое место, Богом данное для нее. Счастье любого человека, когда он будет знать свое место, что только идя за Христом, ни сбоку, ни рядом, ни впереди Христа, он будет благословен. Друзья мои, апостол Петр, когда будет писать одно из посланий свои, он напишет следующие слова, что он оставил нам пример, дабы мы шли как по следам его. этот Иоанн, который писал послание, в 10 главе он пишет, что овцы мои, они слушаются голоса моего. Дальше скажите. И они идут за Ноя. Друзья, это очень важно. Это очень важно понять. Может быть, некоторые здесь овцеводы есть, скотоводы есть, пастырь есть овец, там, послишь стада или так далее. Но, когда я читаю Писание, когда я читаю тот же самый 22-й псалом, который принадлежит Перу, пастыря, Перу, пастуха Давиду, он будет писать, что он ведет меня. Не я, он ведет меня. Когда мы читаем послание, когда мы читаем пророков, мы читаем это, что он держит тебя за правую твою руку. Бог это делает. Со своей стороны. А это значит, братья и сестры, что идти по следам Иисуса Христа, это не только слушать то, что Он говорит, это отчетливо понимать, что я должен делать и так жить, как Христос говорит. Это быть готовым понести Его по руганию на семье, на себе. Вот слова следуй за Мною. Они, это призыв или это повеление? Ну вот Христос говорит Матфею, следуй за Мною. Ну, пошел, не пошел, встал, не встал. В этих словах было что-то притягивающее. Нам очень хорошо сегодня, очень комфортно. Верующие люди, вы держите все Библию в руках. Вы держите и я вместе с вами. Друзья, мы сегодня, мы очень, мы супер грамотные. Но посмотрите, поставьте себя на место этого человека. Вы сидите, занимаетесь своей работой. Вы довольны этой работой. Она приносит вам колоссальный прибыль, вашу семью. И вот здесь появляется некто, возмутитель какой-то. Человек без имени, без семьи, без ничего, которого называют учителем, начинают люди идти за ним и так далее. Он подходит к вам и говорит, пойдем со мной. Вы бы встали и пошли. Куда идти? Зачем идти? С кем идти? Куда мы придем? На одной братской конференции как-то братья решили молодые договориться с пожилыми братьями. Видимо, нужно было какой-то компромисс искать. И вот встает один молодой брат и говорит, братья, вот у нас у молодых у нас сила и у нас энергия. Ну, давайте договоримся так, мы будем крутить педали. сила же нужна. А вот у вас пожилых, у вас мудрость, у вас опыт, а вы будете рулить, братья. И Бог дал мудрости одному из старших братьев стать сказать, что братья, знаете, не важно, кто будет рулить и не важно, кто будет крутить педали. Важно другое. Куда приведет нас эта дорога, к которой мы будем ехать? И Господь подходит к Матфею и говорит ему, следуй со мной. Друзья, это нужно, нужно было в своем сердце решить для себя, что все то, что прошлое, оно должно остаться в прошлом. Нечто начинается новое, нечто начинается особенное, потому что этот призыв, он побуждает человека к определенному действию. я хочу спросить, есть ли у человека способность или возможность или выбор не послушать Христа. Друзья, этот выбор всегда есть. Если бы этого выбора не было, то Стефан никогда бы не сказал в Синедрионе следующие слова, вы всегда противились Духу Святому. Оказывается, человек, который ожесточает свое сердце против Бога, он становится в оппозицию Богу, он становится врагом Богу, он становится в воинственное положение против Бога, он ожесточает выюз свою, не хочет смириться, и Бог объявляет ему войну. У человека есть такая возможность и способность, его врожденная и греховная наклонность, она всегда противится Богу. Я думаю, что у Матфея было несколько секунд для того, чтобы принять решение. Друзья, когда вы услышали этот зов в своей жизни однажды или сегодня, или больше никогда, вы помните этот день в вашей жизни? Вот отчетливо, когда Господь вас звал, когда вы посвятили свою жизнь Богу, когда произошел момент вашего возрождения, когда произошел момент вашего покаяния, когда вы слышали вот этот призыв от Бога или сегодня, или больше никогда. И вы понимали, что Бог говорит, и вы понимали, что нужно что-то делать, вы понимали, что вы не можете просто остаться нейтральным к этому призыву, вы понимали, что или с Богом, или без Бога, или пойти за Христом и понимать, что это значит, или же отказаться от Христа и понимать, что это значит. Может ли человек, который пошел за Христом, отойти от Христа? Другими словами, перейти, перестать идти за Господом. Когда мы читаем Писание, мы находим примеры в Писании, что у человека всегда остается возможность. И Христос, приходящего к себе, не изгоняет вон, но Он силой никого не держит. Потому, когда некоторые отошли от Христа, Он поворачивается к Своим ученикам и спрашивает их, а вы не хотите повторить их поступок? Петр скажет эту знаменитую фразу, которую мы читаем в Писании. Господь, куда? Куда нам идти? Ты тот, с которым связана наша жизнь. Ты тот, который являешься нашей жизнью. Ты тот, с которым мы связали свое настоящее и будущее. Ты единственный тот, у тебя глагол вечной жизни. Следуют за мной, друзья, слова, которые означают, что куда я иду? Иди за мной. Это значит, что слушай меня, смотри на меня, учись у меня и делай, как я, эта практика. Я всегда спрашиваю, когда теория перестает быть практикой? Когда теория перестает быть практикой? Тогда, когда она начинает применяться в действии. Вот все то, что человек научился где-то в классе, в аудитории, в молитвенном доме, выходя из этого помещения, он начинает практиковать в своей жизни то, что он слышал, это практика. Это уже больше не теория. Это не голова, набитая знаниями. Это практика. Вот к этой практике Христос призывает всех нас. Какая цель у Христа, друзья? А цель у Христа очень простая. Почему он звал Матфея? Потому что он хотел его сделать своим учеником. Цель у Христа была простая. Он позвал Матфея для того, чтобы сделать его своим учеником. А это требует, друзья, это требует огромной любви и терпения. Скажите, у кого есть дети? Для того, чтобы они стали детьми, людьми, как мы говорим, сколько нужно любви и терпения вложить в этих детей? Скажите, если кто-то на любом уровне является учителем сегодня здесь, сколько нужно терпения, сколько нужно любви, чтобы чему-то научить, особенно тогда, когда, ну, не совсем он способный, когда, ну, не совсем, а папа очень хочет, а мама очень хочет, когда родители очень хотят, а ты понимаешь, что, ну, где-то он не дотягивает, и тебе нужно столько любви и терпения. Друзья, у Христа была тоже самая задача. Вот эти ученики, которые с ним ходили, они очень часто не понимали простых истин. Иногда они Христа приводили в недоумение, и он спрашивает, почему вы не понимаете, это же так просто. Вот таких вещей, которых я вам говорю, они не веровали в него, вот такие мы, вот такие мы. Это дело не одного дня, не одного года, но оно этого стоит. Знаете, мы тратим очень часто времени, очень часто средств, много всего остального на приобретение определенных знаний и профессий. Для того, чтобы этот человек стал профессором, вы можете у него сегодня спросить, сколько лет ты учился для того, чтобы стать доктором? Друзья, для того, чтобы чему-то научиться и делать это серьезно, ответственно и качественно в жизни, нужно потратить очень огромное количество времени, сил, средств, здоровья, недоспанных ночей, недоедания, недоедания и многого другого, всяких нагрузок нужно потратить для того, чтобы был результат. Мы своих детей приобщаем к музыке. Мы понимаем так. У нас не было такой возможности. Мои братья прекрасно понимают, что нас не принимали в музыкальной школы. Когда узнавали, как наша фамилия, мы экзамены вступительные в музыкальной школе сдавали все на пять, но как знали, что фамилия у нас такая, папа пастырь церкви, ни одного человека не принимали. Потом в один год после поездки в Киев, в политбюро и так далее, нам дали квартиру и нас троих из семи приняли в музыкальную школу. Поэтому, когда сегодня есть возможность учиться у детей, мы поощряем это и благословляем. И куда бы мне не надо было возить моего сына или мою дочь, я это буду делать. Я это буду делать с огромным терпением, с огромной любовью. Я хочу что-то им передать, чему-то их, чтобы научить в жизни. И когда мне не станет, чтобы они сказали, папа был все-таки прав, что он не опустил на первом километре руки, что он не раскис, что он не оставил это, что он был настойчив в том, чтобы я продолжал это делать. Мы свою дочь три года возили два с половиной часа от нашего дома однажды в неделю заниматься по классу скрипки. Три года. Два с половиной часа в одну сторону. Мы возили ее для того, чтобы она занималась скрипкой. Вы сказали, что разве нельзя было найти что-то на месте? Друзья, ну, иногда вот такие ситуации бывают. И мы ни с чем не считались, ни со временем, ни с средствами, ничем. Сегодня этот вклад, он возвращается огромным благословением для семьи, для Божьей Церкви. Поэтому мы говорим, что Христос призывает, Он приглашает, Он повелевает. И если я принимаю решение пойти за Христом, какова главная моя причина, какова главная цель, мотивация моего такого решения, что должно быть основой вот такого решения. Вот скажите, помните, ну, Петр был такой предприимчивый человек, он говорит ему, Христос, мы оставили все. И кто-то из братьев говорит, перефразировал эту фразу, а что нам за это будет? Ну, такой бизнесменский подход. Всегда такой, евреи, что нам будет за это? Мы пошли за тобой, все оставили. Совсем расстались. Друзья, когда мы услышали этот призыв, какова цель была нашего решения? Мы тоже так думали, что нам за это будет, Господи? Вот мы пошли все, оставили все, пошли за тобой. Вы помните, когда начинается книга пророка Исаии? В этой книге Господь говорит, кто требует от вас, чтобы вы топтали мои дворы? Кто требует от вас? Кто? Папа требует, мама требует, друзья? Кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Почему ты идешь сюда? Почему тебя тянет сюда? Почему ты решил пойти за Христом? Я скажу, друзья, что этот призыв, это не призыв в толпе. Бог никогда не спасает колхозом, или улицам, или родством, или даже семьей. Бог имеет персональное дело с личным человеком, каждым, лично, на личном уровне. У Бога каждый по имени, у Бога каждый на особом счету. За каждого из них была пролита кровь Христа. И он спасает лично по одному. Персонально. И этот призыв, он лично человеку. Поэтому, если причиной вашего следования за Христом не является глубокая, личная любовь к Нему, все остальное, братья и сестры, друзья, все, кто сегодня здесь, если причиной принятия вашего решения пойти за Христом не является глубокая, личная любовь к Нему и ответ ваш на то, что Он сделал во Христе для нас ложная мотивация. Первая заповедь, вы помните, как она говорит, возлюби. Мне нравится очень часто размышлять над этим словом. Почему Христос не сказал или Бог не сказал в своем слове «Полюби Господа Бога твоего». Почему, друзья, слово стоит «Возлюби». Когда вы читаете песни песней, вы встречаете подобное слово, там встречается, да? Как называет она его? «Вослюбленный мой». Знаете, я могу полюбить очень многих сестер, красивых, симпатичных, но возлюбить я могу только одну. Вот, друзья, таков наш Бог. Когда Он говорит, что «возлюби Меня всем твоим сердцем», это значит, что больше никому, никаким Богам в твоем сердце не должно быть место. Он возлюбленный мой, тот, который стал превыше всех, тот, который занял мой разум, тот, который занял сердце, душу мою, тот, который обладает мной, я принадлежу ему, а он принадлежит мне. Это слово «возлюбленный», единственный. Больше ему подобного равного нет. он мой личный. И это мой ответ ему, как знак огромной благодарности за крест. Я хотел бы сегодня несколько минут, чтобы мы могли все-таки понять, братья и сестры, что же произошло там? Что же произошло там? Вот там на кресте. Один текст, который я предложу, первое послание Коринфянам, Павел будет писать, посмотрите, 9 глава, 23 текст, он скажет следующие слова «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Интересно, Павел говорит, что причиной моего следования за Христом является желание быть соучастником с Ним. Соучастником его миссии, соучастником его дела. Войти в долю, подставить плечо, стать рядом с Ним и пойти за Ним. Это стать соучастником, братья и сестры, Евангелия. Это стать активным участником в деле спасения людей. А ведь это идея Христа. А ведь это то, что мы сейчас считаем вместе с вами, что «Я пришел», Христос говорит, призвать неправедников, грешников пришел призвать к покаянию. Другими словами, спасти эта идея Христа, сделать кому-то то, что однажды было сделано тебе. Знаете, вот если покопаться в своей памяти, помните вы человека, который через вашу жизнь пришел ко Христу? Мы ходим в собраниях, мы слушаем проповеди, мы говорим, что мы всю жизнь верующие. Друзья, я реально спрашиваю, кто-то, смотря на вашу жизнь, пошел за Христом? Потому что, увидев вас и увидев Христа в вас, они заразились этим желанием последовать, перенять, подражать. Кто-то из вас помнит этого человека, знает его в жизни, или я просто верующий, я просто хожу в церковь, я просто хожу в собрание, я просто имею огромный христианский стаж. Друзья, это идея Христа делать людей учениками. иди научи, иди передай. Вот почему он говорит Матфею иди за мной. Пятая глава первого послания Петра начинается следующими словами. Петр говорит, я пастырь и сопасты, и соучастник славы, которая должна открыться вскоре. Заметьте, друзья, Петр, живя на земле, он глазами своими уже видел славу, которую Христос обещал, и наследство, которое он хотел, чтобы, когда он молился в 17 главе от Иоанна, он говорит, я хочу, чтобы то, что я имею, то, что имею от тебя, то, чем обладаю, чтобы они были там вместе со мной. Я хочу, чтобы они были частью этого. Я хочу поделиться вместе. Я хочу, чтобы они вошли в мою долю, участниками этой славы. Друзья, как? Как это практически? И многие верующие думают, что это можно вот так. Покаялся, и дело сделано. Друзья, это совсем не так. Я хочу разочаровать многих верующих, которые думают так попасть в небо. В небо попасть можно, друзья, при одном условии. Посмотрите 8 глава римлянам. Следующие слова, которые написаны здесь. 17 и 18 текст. А если дети, то и наследники. Неплохо. Наследники Божьи, сонаследники же Христу. Что дальше написано? А дальше стоит условие, огромное условие для каждого последовавшего за Христом. А если дети, то и наследники, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с ними прославиться. Как многие люди ошиблись в своем выборе. Они подумали, что дав добро Христу, дав согласие на путь пойти за Христом, они уже на небесах. Так бы сказать по-английски. Действительно. Христос говорит, если только ты дал добро. когда мы будем говорить с вами во второй части, мы посмотрим на условия, которые ставит Христос, призывая человека пойти за Ним. Это должно быть добровольно решение. Это не принудиловка. Это добровольное решение. Эти условия Христос начинает озвучивать, и Матфей очень четко будет говорить в 16 главе. Посмотрите, тогда говорит Иисус ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергнись себя, возьми крест свой, следуй за мной, если кто хочет идти за мной. Друзья, что стоит в этих словах? В этих стоит в словах предложение Христа. Оно должно быть созвучно с решением и желанием твоего сердца. «Я хочу пойти за тобой». И у многих людей это было, но, Боже, мне что-то мешает, мне нужно отца похоронить, мне нужно с друзьями, мне нужно там, мне нужно сям, я хотел бы пойти за тобой, но валы купил, женился, я очень занят, я обязательно за тобой пойду. Это бы как девушка, которая обещает своему жениху, я обязательно замуж за тебя выйду, обязательно, два, десять, он состарился, она все обязательно за него выйдет замуж. Друзья, когда Христос призывает, он понимает, что мы люди, что мы во плоти, и мы понимаем это. Я хочу, чтобы мы все друзья над этим сегодня задумались. Я для примера только возьму три текста, мы на этом закончим. первый текст, это книга «Бытие», очень для меня интересный текст, 24 глава, 58 текст. «И призвали Ревеку и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком? Она сказала, пойду». второй текст это Евангелие от Матфея в этой же истории, только мы возьмем ее с этого Евангелия, 9 глава, 9 текст. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего сбора, пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за мной». Смотрите, и он встал и последовал за ним. И третий текст Евангелия Луки, 5 глава, 11 текст. «И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Братья и сестры, я хочу вас спросить, принимать решение легко или тяжело? Смотря какое. И чем серьезнее последствия, тем больше нужно как-то времени для того, чтобы взвесить, правда, обдумать и для того, чтобы потом не смеялись над тобой, что вот этот человек начал строить и не смог закончить. Этот человек пообещал что-то кому-то и на полдороги остановился. Этот человек пообещал что-то и не сделал. Братья и сестры, я пойду за тобой. Как легко сказать эти слова. Но как тяжело это сделать. К нему приходит один человек и говорит, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Иисус ему говорит, остынь, мало, немножко остынь. Лисицы норы имеют, птицы гнезда. Ты готов на это? Ты хочешь за мной идти? Ты знаешь, куда я пойду? Ты вот туда, куда я пойду, ты со мной готов пойти? Друзья, легко ли было Матфею? Нелегко. Он был человек, как и мы. Скажите, легко ли было Ревеке? Очень нелегко. Молодежь, фейстайма не было, инстаграма не было, фейсбука не было, фотографий не было, телефона не было. Она сказала бы, Элизар, ну хоть маленько нарисуй мне этого Исаака. Лысый, кривой, худой, толстый, бедный, богатый, хоть немножко расскажи мне, как он мог ей рассказать? Ее спрашивает Ревека, ты с этим человеком пойдешь? Друзья, одно слово она говорит. Она говорит, пойду. Что это такое? Это прыжок веры. Это абсолютное полное доверие Господу. Это не зная, что тебя ждет впереди. Дать добровольное согласие на все то, что будет предстоять. Жизнь, трудности, страдания, возможно темницы, возможно смерть. Ты с этим человеком пойдешь? Ревека говорит, пойду. Друзья, когда мы смотрели на Христа, его спрашивали, ты с ним пойдешь? Мы говорили, пойду. Посмотрите, мы прочитали с вами второй текст. Иисус говорит, Матфей, иди за мной. Что делает Матфей? Матфей, подожди, Господи, здесь в тарелке немного, я сейчас нагребу туда этих генариев, этих монет, нам надо как-то на что-то жить, надо нам как-то существовать, вот есть у меня. Посмотрите, что делает Матфей. Матфей понимает, что все то, что было прошлое, оно должно было остаться прошлым. Он говорит, я пойду. Встает, все оставляет. Разумно? Нет. По-человечески нет. Глупо, тупо. Глупо, тупо, неразумно, немудро, по-человечески. Но он пошел, зная, что Христос берет его на свое довольствие. Христос берет его на свое попечение. Это доверие. Это шаг веры. Когда мы прочитали с вами третий текст. Это столько денег, две лодки рыбы. Вы когда-нибудь были на берегу, особенно там, где кто занимается рыбной ловлей, мне всегда казалось, что там рыба должна была быть очень дешевая. Ну, те, кто с корабля с этих яхт привозят рыбу, мне казалось бы, что там на берегу можно ее очень дешево купить. Не тут-то было. Эта рыбка такие баснословные денежки стоит. Особенно, если вы знаете, что это туна, это тысячи, тысячи и тысячи долларов. Это очень дорого. Они вытащили две лодки рыбы. Наверное, в жизни они никогда своей не видели подобного своими глазами ничего. Эти лодки начали тонуть от множества рыбы. Они их вытащили на берег, смотрят, а Христос уходит. Друзья, идите, я вас научу, как людей ловить. Я вам покажу это. Но вы должны все оставить. Вы должны совсем расстаться. Вы должны теперь сказать это все в прошлом. Я пойду за тобой, Христос, куда бы ты ни пошел. Я пойду за тобой. Однажды Петр скажет, я пойду за тобой в темницу. Христос ему скажет, серьезно, Петр, как же ты плохо себя знаешь. Я тебе скажу, вот этой ночью прежде, нежели дважды пропоет петух, ты трижды перед всеми откажешься от меня. Знаете, братья и сестры, вот в образе Петра это мы. Вот мы такие, мы очень часто горячие такие, мы очень часто импульсивные, такие харизматические, мы в словах своих очень быстрые, очень легкие. Вот почему Писание говорит, не торопись, сядь, успокойся. И когда ты слышишь, что Христос зовет, иди за мной, ты должен понимать последствия. Братья и сестры, мы должны понимать последствия, мы должны, давая добро пойти за Иисусом, мы должны знать, что путь христианский это путь очень нелегкий, что путь христианский это не прогулка по парку. В притче о сеятеле вы будете встречать вторую категорию людей, которая описана как посеянная на каменистых местах. Вы помните, что там сказано об этих людях? Эти люди, когда услышали слово, они были такие воодушевленные, они были такие радостные, они были такие happy, они были такие счастливые, они дали добро пойти за Христом. А что потом случилось в их жизни? Сказано там, что началось гонение за слово скорбь, теснота и их неавера начала подвергаться испытаниям, их неавера начала проверяться на прочность, они начали проверку на верность Христу. Вот то христианство, в которое они уверовали, оно для них оказалось затрудным, оно неподъемным оказалось для них, и сказано, что они услышал, уверовал, принял, отпали. Почему отпали? Потому что корня не было, земля была неглубока, они во Христе не утвердились, не вошли в Него, не сокрылись во Христа, думали, что это такая легкая жизнь, такая фан, такой, знаете, поездки, конференции, семинары, вот так жизнь пройдет. Но, 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 христианство это не то. Если у нас сегодня нет видимых гонений, братья и сестры, это не говорит о том, что этого нет нигде. Кто-то сказал, этой фразой сейчас закончу, кто-то сказал, что жизнь по сравнению с вечностью это мгновение. Но именно в это мгновение решается, где ты проведешь вечность. Пусть Бог благословит нас, рассуждая над Евангелией, над личностью Христа, над Его призывом каждому из нас понимать всю серьезность и ответственность принятых нами решений. Если Бог позволит, мы посмотрим на эти условия, которые Христос ставит, и как они работают в нашей жизни, каковы последствия принятых нами решений. Мы сейчас помолимся. Я хочу, чтобы каждый из нас сейчас вспомнил тот момент, когда Христос вас позвал, когда вы приняли решение пойти за Христом, когда вы дали Ему свое согласие, когда вы стали с Ним под венец, когда вы были обручены с Ним, когда вы пообещали верность Христу, когда вы говорили с Ним, что, Господи, я с Тобой в страданиях, в скорбях, в радостях, в переживаниях, в победах, в поражениях моих, я Твой. Давайте мы помолимся сейчас. Сейчас. Игорь Негода, Продолжение следует...